Собираем Феде стол, купили булочный, разобранный, и он с тобой его собирает. Вроде как получается, но без шуруповерта здесь все равно не обретись, придется присверливать. В некоторых местах отломилось, пуски дерева отломились и не держится. Так, аккуратненько доставим, вот так, вот так, вот так, вот так, ну что ты, доставим. Федя, тебе так удобно будет? Да. О, смотри, удобно будет так все? Дотянешься ты сюда? Естественно. Все готово. Я. 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 И. Я. Я. Когда ветер крутится, есть мельницы, крутят лопасти. Так вот, о чем я отвлеклась. Начнем с того, что квартиру я сняла в аренду, не купила. Вековые сосны. Пройдем через лесочек до школы и пойдем обратно. Так вот, квартиру я сняла в аренду. Зачем мне такая квартира большая, трехкомнатная, друзья? Ну, во-первых, в черемушках снять что-то на длительно непросто. Очень мало квартир сдается в аренду. Если что-то и сдается, то у нас не ленивые риэлторы. Они быстренько это все забирают. Обычные шишки же, сосны же, сосновый лес. Ну, не как на юге, да, они просто распустились все. На юге другие шишки. Вот. Поэтому, после того, как у меня был отправлен запрос, после того, как я почувствовала, что пора, время пришло, появился вот этот вариант. То есть, ну, естественно, я сразу же за приемлемую цену стоимость не буду говорить. Давайте оставим это, будем считать коммерческой тайной, да? Не будем мои деньги считать и не будем считать деньги людей, которые сдают. Ну, кому интересно, смотрите на Авито. Ну, хотя там помесячно, навряд ли вы что-то найдете. Посуточно, посуточно есть там, да, квартиры. Потому что место, оно у нас туристическое. Сюда едут любители полазить по горам, любители покататься на лыжах, любители вообще природы просто, в конце концов, да? А называют эти места Сибирской Швейцарии. Ну, вы сами видите, да? Вот мы идем по поселку, грубо говоря. Это все часть поселка получается. А вот синяя крыша, это уже у нас и лицей. А старший сын у меня его заканчивал, здесь учился. Я уже говорила, еще будучи на юге, что у меня есть план. И я медленно, но верно к нему и иду, медленными шажками. Вот, вообще я продумываю, строю планы. У меня есть такая привычка строить планы на очень долго, на год даже, на 10 лет, даже и вообще на всю жизнь, да? Вот, и поэтапно потом я к этому шагаю. Ну, иногда бывает шаг вперед-два назад, но, тем не менее, иногда ситуации этого требуют. Снятие квартиры в аренду – это огромный шаг вперед. Во-первых, мы подошли к тому периоду, конечно же, когда Федору нужно ходить на какие-то занятия помимо школы. Даже если он останется на дистанционном обучении, я бы хотела, чтобы он посещал школу искусств именно в Черемушках, потому что она наизамечательнейшая. Вот, и там есть много разных направлений развивающих детей. Старший сын у меня тоже посещал ее, но недолго. По музыкальным... по музыке. В общем, он там учился. Вот, это первый момент, да, ездить 15 километров возить на кружки, туда-обратно, допустим, это даже три раза. Ну, мы хотя и ездим сюда часто, в любом случае, но все равно будет не очень удобно. Лицей со стороны дороги, с нижней части поселка вот здесь тоже ходят. Федор сегодня подстрижем. А второй момент переезда в квартиру из дома, в доме, я буду сейчас делать ремонт, чтобы делать это спокойно, вынести все оттуда, все вещи. Ну, ремонт какого плана? Нужно перекладывать печку, да, нужно там с сантехникой разбираться, нужно полы поднимать, то есть находиться там, ну, жить будет практически не то, что невозможно, но неудобно и некомфортно будет. Что за большие? Баки? А это вот это здание и вот эти вот, это котельная, отапливается поселок. Вот, очень теплые квартиры, хорошая. Железная дорога. Трамвайчик же тут ходит. Мы с тобой катались, помнишь? Над железными путями ограждения, чтобы никто туда не рухнул нечаянно. А вон Енисей видно, а там гаражи уже, там уже гаражи. Все, пойдем обратно потихоньку или куда-то? Енисей, на набережную. Мы сейчас так до бабушки дойдем уже, Света дома. А здесь у меня живет сестра в тюремушках, родная, и мама, да, Федина бабушка. Поэтому мы как бы сюда еще и ездим. А? На набережную сейчас хочешь идти? Ну, пошли на набережную, ладно. Третий, наверное, самый основной все-таки момент, причина того, что сняли квартиру, переехали. Ну, то, что, почему именно в тюремушках, уже понятно, да, это мои родные места. У меня здесь родня, я здесь жила. Ну, это вообще в целом, это мои места, да. Вот, и, конечно же, Федор здесь будет на кружке различные ходить, детские площадки, набережная. Вот мы как раз дошли до нее, тут и на велосипеде можно, и на чем угодно, да, вот на скейте мальчик катается. Машина здесь не ездит. Раньше можно было, а сейчас нет. Сейчас кататься на всяких колесных, ножных штуках можно. Или четырех колесных. Или четырех, да. И еще на этом можно, как называется, Федя, на чем-то на одном колесе? На Сегвее, да. Вот, друзья, так вот, да, третий основной момент переезда. Кстати говоря, квартиру договорились надолго, но я надеюсь, что все так и будет. Ну, если что-то пойдет не так, то, значит, так и надо. Вот, ну, по крайней мере, договорились, что это долго, год-два, может, даже и там и больше, и три-пять. После того, как ремонт сейчас сделаем в доме, я давно к этому шла, давно зрела к этому морально. Вот, ну, и, наконец-то, время это настало. Будем запускать гостевой дом и баню в аренду посуточно. Можно будет к нам приехать, не только поиграть с енотами, а и пожить. Вот. Вот, еноты, конечно, немножко нам денег зарабатывают. Полесинки? Еноты нам, конечно, немножко денег зарабатывают, но в основном все на них и уходит. Ну, и какие-то, что-то сделать в доме по мелочи тоже получается. Ну, на бензин, по крайней мере, хватает. И на еду. Вот, но глобально что-то нет. Вот, что-то более глобальное, например, купить квартиру там или построить вообще более комфортный большой какой-то дом, да, просторный, большой, светлый, с витражными большими окнами в пол. Нужно, конечно, немножко больше денег зарабатывать. Вот, для этого мы и все-таки, перестану я жадничать, одна наслаждаться своим прекрасным местом. Дам возможность. Давно у меня просились погостить, приехать. Многие даже говорили, что можно мы тут у вас палатку поставим. Гости, которые к енотам приезжали, поживем. Потому что, действительно, усадьба у нас находится в очень живописном, красивом месте, откуда открываются шикарные виды на горы, на реку, на деревню. Ну, вы видели, да, я часто это показываю. Ребята, воздух вы себе даже не представляете, если вы здесь не были. Сложно представить и сложно вообще словами описать, какой здесь воздух. Смесь тайги, реки, вот, причем, ну, тайги настоящие, да, не лесочки, там, кустики, пролезки, хотя этого тоже всего в избытке. Вот, но, в общем, наишикарнейший воздух. Который, действительно, он наполняет и наполняет, заряжает и, в общем, силы дает, да. Институт РУСГИДРА здесь не, это не институт, это здесь, по-моему, лаборатория у них, а институт в здании бывшего детского сада в нижней части поселка. Вот, мы в эту сторону движемся, но пока до туда мы не дойдем. Здесь рядышком поликлиника с обратной стороны, куда мы ходим. Федор у меня здесь прикреплен к поликлинике, опять же, да, мы как здесь жили, до того, как в деревню переехали. Вот, так он там и остался прикрепленным. Никуда переводить я его не собираюсь. Что же будет с нашими животными и в целом с усадьбой? Ну, усадьба развивается, да, усадьба теперь будет еще лучше и еще краше. Мы будем, конечно, там находиться. Я думаю, что все выходные мы будем, конечно же, там проводить. Очень много дел там. Вот, ремонт частично, естественно, я буду сама делать. Покраски, побелки, шпаклевки какие-то, что-то вот это. Но какие-то строительные работы, конечно же, буду нанимать. Вот. Животные, живот наши, все у них хорошо. Еноты в отдельном в своем доме живут лучше, чем мы жили. Вот, ну, больше дом у них просто по площади. У енотов дом побольше, чем наш там. Сейчас я... Ага, молодец. Сейчас я уже не спеша ищу нам на усадьбу помощника, управляющего, так скажем, да, чтобы человек постоянно там был, потому что мы туда-сюда, вот, чтобы это все запустить в полной мере, на полную силу, нужно постоянного человека. Но в своих группах я об этом напишу, и в телеграм-канале, и уже писала, ну, как бы, пока мы так не спеша подыскиваем. И в контакте напишу, и в телеграме. В итоге мы на усадьбе идем к тому, что у нас там будет садовый, он уже есть, садовый дворик, да, где я успешно продаю саженцы для сада, розы много роз, плодовые, кустарники, дом енотов, один из четырех, ну, по крайней мере, которые я знаю, да, в России, есть еще в Питере, в Москве, в Анапе знаю, ну, такие прям дома енотов. Ты моя зайка, спасибо. Весна, друзья. Математчика. Да, Математчика. Вот, и у нас в Сибирском регионе у нас дом енотов. Сейчас, Федя, подожди. Я дорассказываю нашим зрителям. Ну, да, мальчик едет. Слушайте, такая атмосфера и такая сегодня погода. У меня мысли все просто куда-то не могу в кучу собрать и сосредоточиться, рассказать вам. К чему мы идем? Идем к тому, что усадьба солнечная в Сизой это теперь не только мое место внутренней дислокации, но и для всех, кто не то, чтобы живет в стиле эко, кто ценит, любит природу, кто любит отдыхать именно, ну, не там, не побухать, да, а приезжает, а именно как оздоровиться физически, морально, духовно, мысли в кучу собрать, в кучу мыслей собрать, да. Вот, но наша усадьба распахнет в ближайшее время свои ворота для этого, для вас, для наших добрых гостей. У нас будет на усадьбе дом енотов, он останется, он 6 лет у нас уже, да, значит, садовый дворик, и мы к бабушке идем водички попить. И гостевой дом, и русская баня сдаваться будет вместе одной компании, то есть отдых будет без гостей, баня будет безлимитна, то есть стоимость за проживание и баню. Одна компания без соседей, то есть не как на базах отдыха, где много разных людей, да, отдыхают, но все-таки мы тоже хотим заработать, но это не главное. То есть я не буду там наставлять много всяких разных домиков, чтобы собирать кучу разных компаний, да, это у нас будет вот для больше семейный такой отдых, либо, возможно, какие-то ретриты кто-то захочет собирать, проводить, да, но кто в теме, кто знает, знает, что это такое, уж не буду я сейчас об этом говорить, не про это видео, а вот, забор поликлиники, здесь лаборатория, дальше поликлиника сама. Вот, то есть спокойный, душевный, семейный отдых, ну, или небольшими компаниями, там, до шести, скажем, человек, ну, это так вот примерно еще пока, потом точно я у себя везде напишу, заходите в телеграм-канал мой, всем я рада, там каждый день я что-то выкладываю, что-то рассказываю, поликлиника наша. Друзья, ну, думаю, что на самые животрепещущие вопросы я ответила, если про что-то забыла рассказать, пишите в комментариях, обязательно расскажу, все комментарии читаю. Оставайтесь на канале, нажимайте подписаться и колокольчик, видео будут как из черемушек, так и из деревни, из усадьбы. стройка впереди, а впереди еще дача, друзья, ой, с дачи, я вообще не могу. Короче, почти сделали все документы, сейчас их по новой нам переделывают. Ну, так вот бюрократия, в общем, потом это отдельная история, потом уже как все сделаем, расскажу подробности. Прочитал, что написано? Этой зимой, будучи в Абхазии, я много для себя подчеркнула в плане введения гостевого дома. Вот, в общем-то, это и стало своего рода стимулом и толкачом таким, хороший воздух, да, толкачом к тому, что я уже давно собиралась, но все стеснялась, наверное, так можно сказать. Вот, были попытки, какие-то неуклюжие, дом наш сдавать гостевой, вот, ну, все это было как-то, вот, у меня опыта не было в этом деле. Пожив эту зиму у Юли, на канале есть видео, вот, ее там не было, я там, ну, можно сказать, что вместо нее была, в Абхазии, в гостевом доме, помогала с гостями, и нахваталась, короче, нахваталась, вдохновилась, опыта набралась, и теперь уже более уверенно сама этим займусь, то есть я четко понимаю теперь, что и как нужно делать, и вообще, что я хочу, и как я хочу, ну, в общем-то, все это рассказала в этом видео. Друзья, спасибо всем, кто с нами сегодня прогулялся, рада была вам показать свой любимый поселок, Черемушки, и все-таки любовь, когда она любовь, она не проходит, а если она проходит, то это не любовь, а любовь она бесконечна. Друзья, всем отличного настроения, всем добра, все будет хорошо, я узнавала, пока-пока обняла, каждого до неба и обратно. Субтитры сделал DimaTorzok